В начале этой недели Астану посетила бизнес-делегация из Нижегородской области России. Принять участие в бизнес-миссии изъявила желание 21 компания. Но организаторы прибывшей стороны отобрали только шесть самых мощных предприятий Нижегородской области, действующих в сфере нефтедобычи, нефтепереработки, машиностроения и судостроения. Исходя из этого, понимаешь, что россияне серьезно настроены на укрепление двусторонних экономических связей. Наши предки так дружили годами, веками, вместе строили страну, вместе воевали на войне. Сейчас как раз настала наша очередь, очередь молодых, зрелых людей, чтобы подхватить нашу дружбу. И уже в новом качестве, с учетом особенностей сегодняшнего времени, с учетом трудностей сегодняшнего времени, с учетом проблем сегодняшнего времени, преодолевать их вместе с одним лишь только желанием, чтобы и в Казахстане, и в России жилось лучше, жилось богаче, жилось спокойнее. Казахстан – первый и главный партнер крупного в Нижнем Новгороде автомобильного завода. Философия российского производителя – внедрять инновации и выпускать спецтехнику под желания и требования каждого заказчика, чем, собственно, остается востребованным на рынке. Казахстанская компания во время B2B-разговора немного озадачила представителей завода тем, что заказала технику, которую раньше выпускать не приходилось. Интерес к нашей продукции проявила компания РЖД. Это вот у нас в России, то есть железные дороги Казахстана. То есть мне озвучили некоторые потребности и цели, которые машина должна выполнять. То есть там, ну, в частности, там перевозка шпал, какая длина должна быть грузового отсека. И по-новому заставили меня взглянуть, скажем так, вот на такую продукцию. Мы поставляем автомобили для РЖД в своей стране, в Российской Федерации. Вот. Но у нас несколько другая компоновка и несколько другие задачи. То есть здесь, например, есть степи. Здесь, например, есть тоже какие-то ветра и температуры очень низкие, отрицательные. У нас, хотя они тоже есть, но здесь есть перегоны по многу сотен километров без населенных пунктов. То есть и вот эти вещи, они накладывают определенный отпечаток на техническое задание. Вот мы сейчас записали, я когда вернусь в Нижний Новгород, мы обязательно отработаем этот вопрос. Если автомобильный завод имеет наработанный опыт в Казахстане и, учитывая потребности местного заказчика, намерен найти еще больше партнеров, то компания, которую возглавляет Владимир Волков, впервые посещает нашу страну. И предлагает свои услуги в довольно-таки интересном и в то же время новом для Казахстана секторе экономики, как судостроение. Оказывается, вы здесь на реке ставили концертную площадку. Вот это наша тема. Мы на реке можем поставить не только концертную площадку, мы можем поставить плавучий ресторан, плавучий отель, даже сделали яхт-клуб. Ну а более серьезные объекты, хотя эти тоже серьезные, но на самом деле на то, что мы можем предложить Казахстану, это, конечно, плавучие платформы и опорные основания для добычи нефти и газа. Ну, не только платформы, но и острова. Выгодным для принимающей стороны стало другое предложение господина Волкова – создание совместного предприятия. Можем предложить бизнесу, подыскать партнеров, организовать совместные предприятия здесь и свою технологию передать этому предприятию. Я повстречался с консалтинговыми компаниями, но, по сути дела, предприятия сводни. Но такие предприятия тоже нужны. Только через них, я думаю, можно пройти на рынок, который нам неизвестен. В составе российской делегации были представители сферы сельского хозяйства. Прибывшая сторона учла, что мы все же аграрная страна, и производство экологически безопасных продуктов питания – вопрос для нас серьезный и актуальный. Поэтому предлагаемый им продукт – органический кормовой концентрат, предназначенный для ускоренного роста и увеличения массы тела животных и птиц, заинтересует местных аграриев. Мы встречались с союзом птицеводства. Ассоциация птицеводства здесь. Проявлен достаточно серьезный интерес. Есть у нас планы на будущее. Ну, естественно, надо, конечно, еще раз встретиться, чтобы уже конкретно проговорить. То есть первые шажочки мы наметили. Я думаю, что все у нас сложится. Мы пришли на этот рынок не как самостоятельное предприятие, самостоятельный продукт, а мы пришли для того, чтобы как минимум предложить это фермерским хозяйствам. А как максимум мы заинтересованы как раз. Есть крупные производители комбикормов. Мы можем либо в состав этих комбикормов входить. Ну, то есть мы заинтересованы на то, что либо кому-то найдем, кому, с кем нам будет и вам, и нам интересно будет совместное предприятие создать, так и стать, я знаю, партнером, например, для тех, кто делает комбикорма здесь. Российская сторона нацелена на плодотворное и результативное сотрудничество с местным бизнесом, которое, по всей вероятности, не ограничится лишь одной торговлей. Мы, со своей стороны, хорошей технологией, может быть, в ближайшее время, оценив емкость казахского рынка, уже попробуем себя в роли инвесторов на территории, то есть по совместному производству здесь. Мы готовы соблюдать не только свои, не только с интересом продать сюда какую-то свою продукцию, но и предложить какие-то возможные решения для казахстанских партнеров, учесть их интересы на территории Российской Федерации, на территории Нижегородской области. Возможно, еще какие-то. На территории других стран. Это тоже в нашей компетенции, в наших интересах. И поэтому очень хорошо, что, наверное, мы приехали не большим кругом компаний, а именно те отобранные, те готовые, те зрелые компании, которые на сегодня реально приехали с предложением и готовые к решению начать совместные какие-то взаимовыгодные сотрудничества. Нижегородская область и, в частности, ее компании регулярно принимают участие в совместных с Казахстаном мероприятиях. И каждая новая встреча ведет к новым возможностям и партнерским связям. Не секрет, что сотрудничество наших стран, наших государств, наших людей, наших народов, наших предприятий, он имеет очень давний опыт и очень давнюю историю. И историю очень хорошую. И как нам кажется, и мы это чувствуем, и пребывая здесь, и принимая казахстанские делегации у себя, что сегодня возникает серьезное желание эти связи восстановить. Мы участвовали в ряде выставок. Регулярно мы участвуем в выставках «Россия-Казахстан», которые проходят традиционно в июне. И наша традиционная выставка – это «Киоджи» в Алмате. И давно была идея прибыть сюда, в столицу Казахстана, в Астану. И мы прорабатывали очень давно этот вопрос. И место пребывания выбрано не случайно, а это результат некой серьезной работы и основания, почему мы приехали именно сюда. Напомним, встреча. Бизнес-сообществ обеих сторон организовали столичная палата предпринимателей и торговое представительство России в Казахстане. Сначала таможенный союз, потом евразийское, единое экономическое пространство. Евразийский экономический союз дал некий единый рынок, состоящий из большой количества территорий, природных ресурсов, большого количества людей. Но еще не менее важно думать о том, что соединение вместе этих ресурсов может давать вот такой, своего рода, кумулятивный эффект, когда 1 плюс 1 больше, чем 2. Когда, скажем, люди, специалисты одной стороны, обладая, допустим, знаниями, компетенциями, технологиями, могут легко, свободно, без каких-то проблем встречаться, взаимодействовать с коллегами с другой стороны. И, допустим, развитие этих технологий или локализацию, создание каких-то производств обеспечить именно на этой территории. Почему? Ну а потому, что, скажем, есть близость других рынков, третьих рынков. Столичная палата предпринимателей рассказала, предоставила информацию о свободноэкономических зонах, которые расположены на территории Республики Казахстан. Также была освещена информация о том, что каждая свободноэкономическая зона раскрывает потенциал каждого региона Республики Казахстан. Предприниматели из Нижнего Новгорода заинтересовала данная информация. И есть заинтересованность в создании производственных площадей, рабочих мест. Специальная экономическая зона столицы, Астана Новый Город, является мощной производственной площадкой. В ее индустриальный парк вошли очень крупные заводы, применяющие в работе самые последние технологии. С 2002 года на территории СЭС были привлечены инвестиции на сумму более 11 миллиардов долларов. Надо отметить, встреча столичных и нижегородских предпринимателей стала первым шагом на пути к созданию новых предприятий. Кстати, с этой же идеей гости из России планируют организовать бизнес-тур по всему Казахстану.